решил вот такой вот домашний простой обзорчик запилить на диором 2020 до оригинальный такой парфюмчик сейчас будем скрывать эту пушку проверять что за аромат неудобно конечно снимать одной рукой а другой аромат доставать но буду как-нибудь пробовать это делать слава богу не удалось сделать все флакон выпал флакон конечно шикарную dior флакон и у dior честно шикарнее чем у шанели допустим это сто процентов всю жизнь ничего нихрена не фокусируется так вот здесь одна трубочки должен быть dior написано сейчас я попробую увеличить посмотреть короче нифига вот он не увеличивает телефон но надпись есть вот он dior так отличается подделка да сейчас будем наносить тестить пробовать чудо дёрчика на распив пришел так муха цикотуха пчела у нас на месте я ее называю пчелой аниму потому что мне так комфортнее приятнее у меня парфюм уже конечно покупали сколько раз так по ценам чего я могу сказать по ценам 8 и 8 миллилитров загнался 12 миллилитров моей ручки полторы тысячи рублей 6 миллилитров половинка ручки до 1000 рублей флакончик стоит 100 миллилитров вот этот 16000 оригинал полтинничек стоит 12000 такие вот цены так сейчас буду наносить положу телефон не обращайте внимание у меня такой бардачило маленький дома так холостой пшик 1 холостой пшик 2 все пошел душ вливательный так вот так вот коробочка выглядит простая коробочка ничего тут такого нет на ней ну чё пока конечно немножко отдает спиртом до немножко отдает вообще по идее аромат как заявлен у нас по нотам да если думать древесный он цветочный такой сразу прям показался такой мужской одеколонисты двери весны цветочные ну бергамот плохо слышу перец мало кедр пачули ветивер мускус такой аромат сразу тяжеленький чем отличие я вам обещал сказать от диора 2005-2011 там была пудра ирис нота пудра ирис да вот так его положу чтобы не видно было мою одежду а тут у нас тут у нас такой тип он теплый чувственный древесный вышел он в двадцатом году да мне кажется простой обычный проходняк обычный парфюм на каждый день уходовое средство ничего тут такого но кто вот любит древесные ароматы тому я думаю зайдет стойкость у нее неплохая мне кажется даже немножко он кожаный как будто такое ощущение такой даже грубоватый мужской не унисекс это сто процентов для ознакомления стоит я думаю купить обязательно пробник 12 миллилитров за полторы тысячи рублей потому что это очень дешево либо 6 миллилитров за 1000 рублей ну флакон могу порегомендовать 8 из 10 остальное решать вам это был иван фаворский ставьте лайки подписывайтесь на мой канал вся правда парфюмерии всем пока я вас люблю я желаю вам счастья и мирного неба над головой